Обычное ночное патрулирование города стало для двоих полицейских из города Чайковский и Пермского края проверкой не только на профпригодность. Оно проявило то, что определяют словом мужественность. Став свидетелями пожара в пятиэтажном доме, они не стали дожидаться пожарных, как вообще-то положено по должностной инструкции, а бросились на помощь, потому что минуты решали всё. Репортаж Сергея Цуцкина. Для Ивана Арестова и Александра Бабушкина это было обычное патрулирование. Но во втором часу ночи дежурный попросил отклониться от маршрута и проверить сообщение о пожаре. Уже здесь, сообщив по рации о том, что дом действительно горит, согласно протоколу они просто должны были дожидаться пожарных и медиков. Но полицейские понимали, в окутанной дымом пятиэтажке многие её жители могут погибнуть, даже не проснувшись. Сейчас вспоминают, решение идти внутрь не обсуждали ни секунды, просто понимали, что кроме них некому. Это наша работа, помогать людям, какой там оценивать риск. То есть сначала делом, но всё равно, да, соблюдая меры личной безопасности по возможности. То есть всё для этого принимая, но всё равно помогая. Главный вход был полностью блокирован густым дымом. Внутрь попались чёрного хода. А дальше надо было быстро, но в то же время без лишней паники обойти все квартиры, разбудить людей и вывести их на улицу. Часть людей с просониями, можно сказать, не совсем осознавали, что происходит. Потому что много людей бегает зад-перёд, суматоха. Дети не одеты, кто-то спал, приходилось помогать одевать. Когда в квартиры заходили, там ещё больше дыма было. Дым был такой густой, что в некоторые квартиры надо было пробираться ползком. Причём противогазов у обычного полицейского патруля нет. От смертельно опасного дыма защищались шапкой и шарфом. В коридорах общежития по-прежнему пахнет гарью. Очень едкий запах. При том, что пожар был фактически только в одной комнате. Но горел пластик. И от дыма, который заполнил все пять этажей, можно было потерять сознание в любой момент. 91-летнюю пенсионерку полицейские в прямом смысле выносили на руках. Её дочь признаётся, во время пожара уже отчаялась спасти мать, прикованную к постели. Я побежала туда к низу, никого уже нету. И вот милиционера встретила. Говорю, у меня там ещё мама. Они прям быстро-быстро за две секунды её в это одеяло завернули. И на улицу вытащили, и машину посадили. Буквально за пять минут двое полицейских вывели из горящего здания несколько десятков человек. Никто не пострадал. Мне просто спасибо, огромное спасибо. Большое-большое спасибо. Уже покинув здание вместе с последними жителями, полицейские поняли, как сильно они рисковали. Когда дышишь вот этим вот угарным дымом, он так сильно не чувствуется. Он при выходе, когда на свежий воздух выходишь, начинаешь откашливаться. Вот это всё очень, конечно, страшно. Понимаешь, что можешь даже и задохнуться, в принципе, и сознание потерять. К счастью, Иван и Александр избежали отравления. Медицинский осмотр показал, что они полностью здоровы. В полицейском управлении сейчас решается вопрос о представлении патрульных к наградам. Сергей Цуцкин, Максим Трубников, Елена Карькина, Андрей Ткач. Первый канал. Пермский край.